Это государство просто убивает жителей другой страны. Он начал это внутри себя все переживать. Человек открыл дверь в ад сам. Ну что, дурак человек, ну зачем? Полиция, б***ь, из машины, б***ь. Данные действия воспринимаются государством террористическим. Садей нам раскаивать. Да. Не из Украины писали, а из ФСБ. Охренеть, как дорого приходится платить за то, что один раз поддался эмоциям. А мне-то что дальше делать? Мне как жить дальше с этим? Что ж на самом деле произошло, мне очень жутко интересно. Как неоднозначно время. Два часа пролетели, когда ждешь свидания, эти 20 минут растягиваются, ну, я не знаю, на два часа. На встрече с сыном, 16-летним Егором, у Даниэля Балазейкина теперь 4 часа в месяц. Два свидания в петербургском СИЗО. На самом деле табло держится достойно. Это вот все, что осталось, по сути, от прошлой жизни. Книги, которые вот он читал в последнее время. Тетради рабочие, школьные. Егор Балазейкин сегодня один из самых юных обвиняемых по статье о подготовке теракта за попытку поджога военкомата. В 2014-м, когда война в Украине, против которой он выступил этой зимой, только началась, ему было 8 лет. Но те события он вряд ли помнит. Как раз в этом возрасте у Егора обнаружили неизлечимую болезнь – иммунный гепатит. Все это время его спасением были книги. А как только его состояние стабилизировалось, родители отдали его в секцию каратэ. Просто, чтобы как-то отвлечь. К 14 годам Егор уже судил соревнования. И вот тогда у нас началась такая новая эпоха каратэ, когда если надо бежать кросс, значит мы бежим кросс вместе. Если надо держать подушку для отработки ударов, значит я держу ему подушку. Если ему нужно выступать на соревнованиях с ката, значит мы оттачиваем эти ката. Пойдем, пойдем сейчас на улочку, моя девочка, сейчас. Мама Егора, учительница английского, кажется, может говорить о сыне часами. Она часто подчеркивает. К Егору всегда относились как к взрослому и давали право выбора. Как-то у нас в гостях был его крестный папа, Егор прибежал на кухню и говорит, пить хочу. Чай тебе налейте, или там сок, предположим, апельсиновый, или сок яблочный. И крестный так удивился, говорит, вы слишком много выбора ему даете. Вот он сказал, хочу пить, налей ему первое, что попалось под руку, и как бы и достаточно будет. Но даже в каких-то таких мелочах у нас всегда было право выбора у каждого из нас, и у Егора в том числе. Особый интерес Егор всегда проявлял к истории. И в частности, к истории военной. Битвы, вооружения, карты сражений. В этом плане его воспитание было, как бы сейчас сказали, патриотическим. Они ездили с Егором на выставку, посвященную Балтийскому флоту. Они очень много ездили по всяким таким выставкам. Он, например, изучал императоров России. Про каждого читал очень много. Мы покупали ему книги про каждого императора отдельно. То есть он изучал, что происходило в правлении каждого императора. То есть какие были плюсы, какие были минусы. И в какой-то момент ему стало интересно, что современные правители делают. И тогда он тоже заказывал себе на Вайлдберис книги. Зыгоря он читал, и очень ему понравилось. Тамару Эдельману он очень много лекций слушал, связанных именно с исторической такой позицией. В начале этого учебного года Егор, мальчик из небольшого областного города, поступил в престижную гуманитарную гимназию в Санкт-Петербурге, чтобы, возможно, стать дипломатом. Но его планам не суждено было сбыться. Очень сильно он перестроился вот после 24 февраля прошлого года. Я помню, что вот он пришел ко мне в комнату и говорит, мам, мам, ты представляешь, спецоперацию объявил президент. И он как-то был очень этим взбудоражен. Я говорю, слушай, ну спецоперация, ну мы же не знаем, что там дальше-то будет. И он вот тогда как-то очень за это начал переживать. Наверное, он очень много читал военных книг. То есть Ремарка он перечитал всего. Читая Ремарка, он, наверное, уже очень ярко представлял себе, что такое военные действия. То есть что это для человека. И вот тогда он стал понемножку во все это погружаться. И уже, наверное, к лету он как-то был очень взбудоражен этой ситуацией. С книгами Ремарка Егора познакомил отец. А отца – его старший брат, Дима, военный разведчик. Вот эта вот книга дорога тем, что эту книгу Егору на день рождения подарил брат. Он рассказал о том, что Толстой писал эту книгу до самой смерти. Он до последнего момента ее диктовал, и он умер. Он немного ее не дописал. На этом видео двухлетней давности как раз Дмитрий, дядя Егора, презентуют ему, 15-летнему, Алексея Толстого и Фридриха Ницше. Я извиняюсь, гвардии майор. Какая разведка? Армейская. Армейская разведка. Это круть. Разведка доложила точно. Ты у меня, я извиняюсь, записан в телефоне, командир дивизии. В апреле прошлого года Дмитрий, майор в отставке, отец троих детей, ушел добровольцем на войну России с Украиной. И тогда мы как бы надеялись на то, что Дима вернется и вот расскажет нам, вот что действительно происходит. Вот прямо с первых уст. То есть мы будем не по новостям это отслеживать, а хотя бы будем понимать, что там происходит. И Егор тоже очень ждал возвращения Димы, чтобы вот поговорить с ним, обсудить. Но Дима, да, вот к сожалению, не вернулся. Это было естественно для всех, для всей семьи. Это было вот как снег на голову, потому что это же спецоперация. Да, то есть там же не должны гибнуть люди. Ну, как-то вот так вот почему-то считается, что если это спецоперация, значит, это все-таки операция, а не боевые действия. Но Дима погиб там через два месяца. Абрат погиб командуя батальоном добровольческим. Он был командиром добровольческого батальона. Это их флаг. На глазах Егора Татьяна неделями дозванивалась в Минобороны. Дмитрий не кадровый военный, а доброволец. Потом все-таки выяснилось, что все-таки военкоматы его должны взять на себя какие-то, да, вот эти дела по похоронам. А у разведчика судьба ворой, коротка, как рукопашный бой. Хранили участника войны в закрытом гробу. Осколочное ранение. Вот фотография с того дня. Егор Герман Даниэль. Герман – младший сын погибшего Дмитрия. В этом году ему должно исполниться 8 лет. Сын Бухата, сын брата. У него две дочери и сын. И день рождения Егора был на следующий день после 40 дней Димы. Он как-то не смог сдержать рыданий. То есть он говорит, вы понимаете, что период сейчас такой, а будет еще, еще хуже. Будет так, что мертвые живые позавидуют мертвым. Мы этого дождемся. Это придет обязательно. И как-то мне вот не верилось, то есть я ему говорила, ну не может такого быть. Ты что, мы же страна, ну блин, мы великая держава, мы не можем так поступать. Все это так накаляется. И я ему говорю, я плакала и говорила, Егор, я тебя умоляю, пожалуйста, не мучай меня больше этими разговорами. И он тоже тогда заплакал и говорит, а мне-то что дальше делать? Мне как жить дальше с этим? Мне же с этой совестью жить еще всю жизнь. Но он выполнил мою просьбу и перестал со мной разговаривать об этом. Только внутри, наверное, ничего не успокоилось у него. И это, наверное, единственное, за что я себя виню. Мне казалось, если не обсуждать это, оно как-то пройдет мимо. А он не смог это не обсуждать. И он начал это внутри себя все переживать. Вечером 28 февраля Татьяне позвонили из полиции. Егора задержали в соседнем Кировске. Он бросил в военкомат самодельный коктейль Молотова. Бутылка разбилась, но возгорания не произошло. Изначально ему вменили статью об умышленном повреждении имущества. Но после первого допроса с адвокатом по назначению статью изменили на 205.1. Покушение на теракт. Школьнику грозит от 5 до 15 лет. Егор Балазейкин – один из более чем 100 человек, по каким-то причинам решившихся на подобное. С первых дней полномасштабной войны по всей стране появляются сообщения о поджогах военкоматов и административных зданий, ФСБ, Росгвардии, полиции и городских администраций. Вот карта, которую составила медиазона. Ничего подобного раньше не происходило. Если в первые месяцы уголовные дела заводили об умышленном поджоге, то чем дальше, то все чаще по более тяжкой статье о терроризме. В 2022 году эта статья побила рекорд по количеству возбужденных дел. И в этом фильме я хочу исследовать, что толкает россиян на этот шаг, который государство расценивает как покушение на само себя. Я привыкла, что я там прихожу куда-то в компанию, и мужчины обращают на меня внимание. Вот, он никак не обратил. Я прямо разозлилась. Вот, и подумала, да нафиг ты мне нужен. Вот, и потом подруга сказала, что он писал у нее и спрашивал про меня. Через полгода мы, наверное, съехались. И так и жили до недавнего времени. На многочисленных фотографиях в доме Анны и Олега Важдаевых двое улыбчивых молодых людей. Походы, горы, квартирники. Но я до этого очень сильно этим увлекалась. Ну, таким как альпинизмом. Вот Олег, когда, чуть позже, но тоже, мы с ним купили рюкзаки, все оборудование. Так у нас не было возможности, допустим, там за границу куда-то ездить, но по краю ездили. Он работал на шиномонтажке. Всю дорогу, что я его знаю, с подросткового возраста. Это я педагог в детском саду. Монте-Сори педагог. Сентября муж Анны и Олег находится в Краснодарском СИЗО. Ему грозит огромный срок. Охренеть, как дорого приходится платить за то, что один раз поддался эмоциям. Ну и вот в его стиле, ну ладно, о переживаниях своих не буду, тебе и без того с головой хватает. Поздравлял с первым снегом. Ну и, в принципе, в каждом письме, наверное, меня успокаивает. Пишет, что за меня не волнуйся, ничего плохого со мной не случится. Сильный станет сильнее. К концу лета число атак на военкоматы значительно снизилось по сравнению с весной. Но после объявления о мобилизации в сентябре прошлого года началась новая волна поджогов. Причем на карте, которую сделали журналисты Медиазоны, хорошо видно, больше всего атак происходит на юге России. Да это он тоже как бы, ну, обсуждал вот эти все поджоги, да, которые в новостях объявляли. Но как-то мы с ним так, ну, в негативном ключе про все это говорили, что, ну, из серии, что, ну, что, дурак человек, ну, зачем, да, ну, как? Он там пошел, сделал, что, ну, он себе жизнь там угробил. Вот. И я как-то была уверена, что Олег этого не будет делать. Но оказалось, показалось. Через четыре дня после объявления о мобилизации ночью 25 сентября Олег бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. Одна из них загорелась. Было очень большой неожиданностью, очень большой неожиданностью, когда я узнала, что он сделал. Я знала о его настрое, но я не думала, что он сделает что-то вот такое. Он в общих компаниях он очень любил, да, общаться, ну, вот с ребятами, они часто собирались, встречались. Но эти темы, наверное, такие вот, ну, он не поднимал с ними. Мне кажется, он в себе, в себе все это переваривал очень долго и потом, наверное, взорвалось. А как вам кажется, почему Олег пошел на такой шаг? Я не знаю. Я очень хочу у него спросить, безумно хочу спросить, но я пока не могу. Мне кажется, что он хотел вот прям что-то, наверное, может сильно поменять. И вот уже там, не знаю, от отчаяния там это сделал. Через 4 дня после этого жеста отчаяния Олега задержали. Я с работы возвращалась тут рядышком. Мне звонит арендодатель и говорит, что Олег просит вам передать, что ну, все хорошо, он там в квартире, в квартире был обыск, чтобы вы сильно типа не пугались. Его забирают, его увозят. Подождите, ну скажите им хотя бы 10 минут, я сейчас, я тут уже рядом, я, ну, приду, прибегу, короче. Ну, они меня подождали, спросила у него, что правда, он типа такой, да, правда. И, ну, нам как бы не дали особо говорить, потому что наши прекрасные, ой, короче, ну, типа, попрощайтесь, вы его еще долго не увидите, и все. В тот же вечер он мне позвонил по громкой связи там со следователем. Вот. Сказал, что во всем признался, и все. Первые часы после заключения, после ареста, это самое опасное время, когда появляются явки с повинной, когда происходят пытки. Ну, как бы, понятно, что какое-то давление, пытки могут продолжаться и после, но в первые часы, как бы, человек наиболее шокированный и уязвим. Сначала против Вождаева традиционно возбудили дело об умышленном уничтожении имущества. Максимальный срок по этой статье до пяти лет колонии. Но на следующий день, после его задержания, Минобороны на фоне новой волны поджогов приравняло такие нападения к терактам. А это уже до пятнадцати лет колонии. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия, как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом. После этого многим обвиняемым, в том числе и Вождаеву, ужесточили статью. Так делают по всей стране. В последнее время все дела сначала возбуждают по поджогу. Люди признаются в том, что совершили, потому что тяжесть небольшая. И все дела по России по поджогу в военкоматах переквалифицируют на вот эту особо тяжкую статью. Военкоматы это действительно государство, которое выполняет определенные государственные задачи. И уничтожение этих документов они наносят вред государственной функции. В принципе, попытка принудить государство отказаться от определенных политических действий. Именно поэтому данные действия воспринимаются государством как террористические. По твоим ощущениям, такая реакция государства, она вообще говорит о чем? Наверное, все-таки боится и желает пресечь все такие попытки, потому что если их не пресекать так жестко, государство думает, что это все будет распространяться и шириться. Те же поджоги военкоматов могли бы осложнить как-то мобилизацию, а может быть, где-то и осложнили. Просто до приговоров, как правило, у нас практически нет информации о том, какой в реальности был ущерб нанесен. Но если посмотреть, по каким статьям сегодня обвиняют и судят за попытки поджогов военкоматов, то становится ясно, единой практики за год не сформировалось. Самый большой срок пока за поджог администрации 19 лет колонии строгого режима для двух бывших сотрудников Росгвардии и МЧС из города Бакала Челябинской области. В пресс-релизах их старательно называли музыкантами. В то же время есть немало и тех, кто получил гораздо меньшие сроки. Нельзя сказать, что там вот после сентября всем перекусировали дела на 205-ю. Неделю или две назад был приговор в Калининградской области за поджог военкомата. По статье о порче имуществ человек получил два года принудительных работ. До этого в Волгограде Дениса Сердюка тоже осудили на четыре года лишения свободы тоже по статье о порче имущества. Примерно треть дел, связанных с попытками поджогов военкоматов или административных зданий, квалифицированы как хулиганство и порче имущества. И больше половины фигурантов судят по 205-й террористической статье. Если в игру вступает ФСБ, ну, 99% это будет 205-я. Потому что ФСБ не расследует хулиганство и порче имущества, они расследуют терроризм. И им, конечно, выгодно, чтобы как можно больше у них было раскрытых дел по терроризму. А если как-то так случилось, что это какие-то обычные местные менты, которым вовсе нет дела до терроризма, то все может так закончиться. В первом случае обвиняемые значительно чаще заявляют о давлении, угрозах и пытках с целью выбить показания о неких заграничных кураторах. Только недавно весной выяснилось, что мужа Анны, Олега Важдаева, пытались сразу после осеннего задержания еще в отделении. По словам обвиняемого, его доставили в отдел полиции, там на него надели противогаз без шланга, повалили на пол, Важдаев получил не менее трех ударов током и под пытками оговорил себя. Алексей, скажите, какие именно показания пытались выбить из Важдаева с помощью пыток? Дело в том, что сотрудники полиции сами не знали, чего они хотят. Они просто не верили в том, что человек мог это сделать по тем мотивам, которые заявил и действовал в одиночку. Они фактически выбивали из него признание, что он это сделал за деньги под воздействием неких иностранных элементов. Поэтому начали пытать, не поверив ему на слово. И Олегу пришлось, чтобы остановить эти мучительные боли, выдумать историю, которая бы удовлетворяла его мучителей. Я тоже не в лесу живу. Я знаю про эти случаи, я примерно представляю, что у нас там происходит. Но одно дело догадываться, другое дело, когда тебе в лицо говорят, что да, с твоим мужем так же поступили. Это, конечно... Ну, тяжело воспринимается. В пресс-релизах и публикациях в провластных СМИ мотивацию поджигателей почти всегда объясняют желанием заработать и или выполнением некого задания. Украинские спецслужбы взяли в плен сына, угрожали, что лишат его частей тела или же вовсе убьют. Из-за закрытости этих дел проверить версию силовиков почти нереально. Но изучив биографии фигурантов, мы можем сказать, подавляющее большинство из них, как минимум, высказывали антивоенные взгляды. Мне кажется, важная штука, во-первых, про дегуманизацию со стороны государства. Это лишение как бы вот этой политической воли, желание найти за этим какой-то след украинских спецслужб, украинских военных. Кажется, что это удобно государству, потому что это лишает политической субъектности, человека, который совершает акцию антивоенную и как бы выставляет его не героическим субъектом, а ведомым и зависимым от каких-то механизмов сверху. Но иногда у поджогов действительно бывают бенефициары. Правда, не всегда они находятся по ту сторону границы. Вот вон лежит. Видишь? Да. В какой-то момент следователь, не знаю, может адвокат помог, наверное, скорее всего, адвокат помог, дал нам пообщаться именно это вот с его телефона, с телефона следователя. Давайте, пока. Сыну Вячеслава Михаилу Балабанову 21. Он всю жизнь прожил в Казани вместе с родителями, сестрой и бабушкой. Тут вот сын спал, тут дочь спит, она сейчас ушла куда-то, я сегодня в ночь на работу. после начала мобилизации Миша решил уехать и стал искать варианты. Нашел какой-то канал, не помню, как называется, и через него стал общаться с кем-то. С кем-то по первому мнению было, что человек из-за границы пытается помочь таким, как он. И типа надо приехать вот туда-то и там уже решать какие-то другие вопросы. Собеседник уговаривал Мишу уехать в Невинномыск, небольшой город в Ставропольском крае. А там ему, мол, помогут. И Миша уехал. 19 декабря я ему написал какое-то сообщение в Телеграме и ответа не поступило. И уже вечером жена звонит вот с таким сообщением. В тот вечер Мишу задержали. В его съемной квартире прошел обыск. Силовики утверждали, что нашли там зажигательные смеси, с помощью которых он якобы планировал поджечь военкомат. Хотя я до конца не понимал, но чувствовал, что что-то не то. Что-то не так где-то. Но до момента, пока мне жена не позвонила, я не понимал, где не так. Через провластные паблики ФСБ распространило версию о том, что юноша действовал по поручению украинской разведки в лице ее сотрудника с ником Бен. Ну, насколько я понимаю, его, вот этот Бен, наверное, ему сказал, чтобы он там около военкомата или прошелся, или что-то заснимал, или посмотрел какие-то моменты, где можно что-то сделать, где подложить. Возможно, я не знаю, как это все происходит в реальности. Вот. Об этом я надеюсь узнать у Миши, когда он будет здесь дома. Что ж на самом деле произошло, мне очень жутко интересно. На первом же допросе в присутствии адвоката по назначению Миша признал вину. В материалах дела есть такая его цитата. После начала войны в Украине я испытывал глубокие чувства дискомфорта, гнева, ненависти к руководству России, сожаления и сочувствия гражданам Украины. По моему мнению, Россия напала на Украину. С данными чувствами и внутренними убеждениями я живу по настоящее время. Россия виновна в смерти украинцев и является оккупантом. В итоге дело завели о подготовке теракта. Балабанова поместили в Ставропольское СИЗО. В полутора тысячах километров от Казани. Я здоровый, живой и пытаюсь читать книги, книжки. Почти дочитал Хаппер Ли «Убить пересмешника». Также начал читать про Мао Цзэдуна и «Одиссей покидает Итаку». И сегодня же начал «Вино из-за дуванчиков» Рэя Брэдбери. Вроде так зовут автора. Так, ну и тут он извиняется. Извиняется. Хочется извиниться перед вами, особенно перед мамой и Мариной за обманы и совершение подобного действия. Тесно хочется все высказать про свои эмоции, чувства и так далее. Также рассказать про то, как сильно я хочу и буду хотеть приехать обратно. Тяжело вот такую читать. Можно я прекращу? По словам отца, Миша всегда был очень миролюбивым и увлекающимся. В последние годы его большой любовью стал японский язык и аниме. Вот камера, когда он общался с учителем по-японскому. Вот его записи японского. В последние посылки послали с Кана его тетрадок с японским для проверки, пропустят ЭФСИН или не пропустят. В то, что с сыном связался именно украинский разведчик, Вячеслав верит с трудом. Судя по тому, что сейчас происходит и то, что я знаю со все эти события, такое ощущение, как будто это специально. Значит, был какой-то прицел. Ну, то есть, когда он связался с каким-то человеком, этот человек был не тот человек, за который он себя выдавал. Если действительно бы с ним списывались украинские военные, они бы, наверное, нашли такой способ списаться, чтобы ФСБ об этом не узнало. И то, что человека задержали до этого, я считаю, тоже как бы очень показательно. Очень похоже ситуация в деле Валерии Зотовой. Тоже ей кто-то писал, очень навязчиво, тоже якобы из Украины. И задержали ее не после поджога, а именно, когда она подъехала на место, указанное тем контактом, который ей писал. полиция из машины упала, упала, перевернулась, руки, руки за голову. 19-летнюю Валерию Зотову из Ярославля задерживали с особой жестокостью. В машине у девушки нашли две бутылки с бензином. Что задержало? за общение с украинским представителем СБУ. Давала информацию на территорию ИРФ, что происходит. В октябре месяце 22-го года Лере в телеграмм написал парень под именем Андрей. И они познакомились по переписке. Он Леру благодарил, что вот она поддерживает Украину. Я говорю, Лера, ну ты, доча, общайся, но смотри, никуда не залезь, потому что там могут сидеть по избышнике. Это было в телеграмме. Я ее предупреждала не один раз. Еще появилась в это же время, когда этот Андрей появился, появилась девочка под именем Карина. Но она не Карина, как мы узнали позже. В течение нескольких месяцев Андрей настойчиво предлагал Лере совершить поджог. Не просил отправлять какую-то информацию. Та долгое время отказывалась. Она мне сказала, мама, он предлагает где-то положить просто бензин, а кто-то придет его заберет. Я ей сказала, не вздумай, никакой бензин ложить и ничего вообще не делать. Я ей так сказала. Она мне не послушала. Вот она поехала с бензином. Сколько я ее предупреждала доча, до чего она доверчивая. Сейчас Зотову-младшую обвиняют в покушении на теракт. По версии ФСБ, она пыталась поджечь пункт сбора помощи для мобилизованных. А ее мать тем временем стала подозреваемой по статьям о призывах к экстремизму, терроризму и его оправдании. Судей нам раскаивать? Да. На той самой записи Зотова также говорит о том, что получала от Андрея деньги. Это отягчающее обстоятельство. ФСБ часто использует его как основной мотив. Какое у тебя сложилось впечатление? Почему, несмотря на то, что государство сильнейшим образом всему этому противостоит, люди все равно на это идут? Война, люди ее очень остро и близко воспринимают, и они понимают, что это государство, оно сейчас просто убивает жителей другой страны, и они просто не могут спокойно с этим жить. Когда просто за слова можно получить 7, 8, 9 лет, то уже как бы вот эта граница стирается. То есть для людей мне кажется, как правило, все эти сроки они одинаково звучат космически там 7, 8, 9, 15, 20. Иван Асташин сам отсидел 10 лет по статье о терроризме и тоже за поджог. В 2009 году мне было 17 лет, но к тому моменту я уже несколько лет участвовал в различном политическом активизме. Я подумал, что стоит обратить внимание не на милицию, а на ФСБ как на более властную, могущественную структуру. Я предложил своим друзьям провести такую акцию на День Чекиста. Сняли все это на видео. Через два с половиной месяца меня арестовали, а спустя год следствие пришло к выводу, что это террористический акт. Таких прецедентов на тот момент не было. Подобные дела квалифицируются как порча имущества, а у нас почему-то вдруг терроризм. На самом деле, я думаю, это было связано с тем, что объектом нашей акции стало ФСБ. Асташину тогда дали 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Он отсидел и в славящихся жестокостью колониях Красноярска и Норильска. В отличие от многих сегодняшних фигурантов дела по джогах, к моменту акции у 17-летнего студента химического факультета уже был активистский опыт. Среда да и страна были совсем другие. Перед тем, как мы совершили поджог ФСБ, я участвовал в деятельности коалиция «Другая Россия», которую тогда возглавляли Касьянов, Каспаров и Лимонов. Все это сформировало такое мое мировоззрение. На начало срока Асташина пришлось болотное дело. Появилось УВД-Инфо, он стал получать много писем и поддержки. После освобождения Иван сам решил пойти в правозащиту. Колония стала его своеобразным вюрфаком. С самого начала войны он стал следить за делами о поджогах. Всем людям, которые поджигают военкоматы, совершают акции саботажа на железной дороге, никакие существующие правозащитные организации, помощь им не оказывают по тем или иным причинам. То есть эти люди остаются без помощи, хотя они выступают против войны и выступают намного активнее, чем другие. Для существующих правозащитных организаций поджигатели не мирные протестующие, а те, кто сознательно нарушил закон. Поэтому Асташин с единомышленницами придумали зону солидарности и стали единственными, кто помогает обвиняемым по таким статьям. Ищут средства на оплату адвокатов и передачи. Наши первые дела как раз мы в том числе включались, потому что у людей не было никакой поддержки. То есть Игорь Паскарь, Антон Жучков, они сироты, у них нет жен, нет детей, то есть в принципе нет особо близких. Но далеко не все адвокаты сегодня готовы защищать фигурантов таких дел. То есть даже те, кто раньше работали по террористическим статьям, сейчас с большей осторожностью относятся к таким делам, боятся, опасаются лишения статуса, как бы какого-то иного давления именно в профессиональной сфере. За это время у вас сформировался какой-то портрет людей, которые решаются на этот шаг? Если говорить именно о поджогах военкоматов и других административных зданий мне кажется это чаще всего люди одиночки и действуют они тоже в одиночку. Они как правило были несколько политизированы не то что там профессиональные активисты еще что-то но следили за повесткой то есть многие из этих людей сторонники Алексея Навального. Часто родственники от помощи правозащитников отказываются не поддерживают даже осуждают своих близких. На этом видео Василий Гаврилишин военкомат в Нижневартовске. Позже на допросе он заявит что выполнял задание полученное через телеграмм. Надо молодежь воспитывать понимаете надо развивать патриотист и крутить в интернете всяких макренстернов и прочую нечисть которые портят нашу молодежь. Они хотят денег денег хотят ничего не делать а только деньги Они берут со стороны как тараканы большинство из них А вы считаете что ваш сын это сделал из-за денег? Да он сделал это из-за денег ему предложили 3 миллиона рублей а эту статью ему натянули за уши понимаете за уши натянули когда я казался за пределами России если быть точным в Литве у меня было ощущение как будто я второй раз освободился Асташин только что получил гуманитарную визу и переехал в немецкий городок Калау но некоторые участники зоны солидарности продолжают работать в России пока могут Одной из правозащитниц пришлось уехать совсем недавно после визита полиции Я никогда ни о чем не жалел и очень сложно представить а что бы могло было быть потому что ну были те условия которые были и в тех условиях как бы ну я не представлял других действий вот ну в то же время я там не считаю нашу акцию там какой-то успешной то есть я считаю что ее КПД скорее отрицательный отрицательные последствия довольно серьезные да то есть большие сроки все получили это вот одно из первых вообще что он сделал попытался да вот то что здесь хотя бы вот осталось наверное такое деревянный кулон в виде калибри одна из немногих вещей оставшихся от увлечения Олега Важдаева столярным делом и резьбой по дереву незадолго до ареста он купил станки и начал небольшое производство мы сняли гараж чтобы там все это хранить оборудовать как бы мастерскую начал заниматься начал заниматься потихонечку вот ну и потом сейчас я это все в общем пришлось это все продать продавать потому что ну нужны деньги оплачивать адвоката ну и в принципе жить сейчас чтобы жить и помогать Олегу Анна работает на трех работах есть там две работы есть третья подработка есть какие-то бытовые организационные дела которые ты тоже должен ну тебе надо их сделать и раньше если это все делилось на двоих и Олег очень большую вообще очень большую часть брал на себя то ну сейчас это все на мне и ну полгода спустя я с этим смирилась а первое время это было ну прям я очень сильно расстраивалась злилась из-за этого очень классно помогают ребята да которые там передают на передачи Олегу ну потому что там продукты какие-то вещи необходимые да в быту на это все у меня уже как бы ну денег не хватает вот и ну классно что вообще много людей помогает прям здорово а у вас в итоге получилось как-то принять его поступок да я его люблю я его принимаю как человека каждый человек ну может ошибаться и ну он на самом деле много сделал много сделал для меня этот поступок не смог перечеркнуть всего того что он сделал поэтому вы считаете что поступок равносилен наказанию ну я считаю что это бред и идиотизм я не знаю может есть люди которые там по-другому считают что это не соразмерно ну то что он сделал и то какое какое наказание там ему вменяют но это дикость он тоже всех всегда в каждом письме там обнимает благодарит за то что помогает за то что помнит но очень важно он тоже где-то вот писал ну просто не могу найти что как бы что это очень важно да что ну как люди помнят потому что он там сидит один в замкнутом пространстве в этом состоянии теряется то есть кажется что он один и все вот он пишет я вас тоже очень люблю рад что вы не отвернулись такое просто уже бывало в сталинскую эпоху я имею ввиду пока что до нее еще к счастью далеко но движемся уверенно где-то даже с опережением графика он просил присылать ему тексты песен потому что они забываются у него там поэтому иногда наши письма ему это вот просто тексты с песнями которые он любит мама в Сибири жила дочерью врага народа а это ну это не шутки это не шутки что такое враг народа в те годы бабушка ссыльная дедушка каторжанин 8 лет каторги он даже остался жив после каторги ну естественно никакого общения не было ну невозможно было общаться ну никто ни от кого не отказался конечно но вот такая вот у нас семейная история и мама с мамой разговаривали я говорю ты знаешь мам я никогда не мог даже в какой-то такой извращенной фантазии представить что история сделает такой виток что мы сорвемся в такую пропасть и это будет повторяться отец Егора Даниэль до недавнего времени работал инженером-электриком он к примеру занимался усилением звука в зале храма в Кронштадте но после ареста сына его уволили они решили зачем нам вот это нужно что у него там в голове как он себя поведет ну и вообще ну зачем это нам многие люди ну спрашивали чем можно помочь там вплоть до того что финансово да какие-то там перечисления может быть делать но конечно у каждого своя семья у каждого своя работа и конечно ну лезть в эту ситуацию очень глубоко никто не рискнул статья Егора крайне токсичная тем не менее с начала мая ему не передают письма во всех них слова поддержки хочу поблагодарить всех людей которые переживают не обязательно что за меня вообще способны сопереживать и чувствовать я по крайней мере я не могу и подумать о том чтобы сейчас жить как-то иначе переиграть все и остаться в стороне было бы для меня огромным предательством есть и иные кто не понял кто и не переживает и не чувствует а может и чувствует только как-то по-другому что я могу им сказать скажу мне истинно жаль их то есть без всякого зла без всякого презрения просто жаль что мы по разные стороны жаль что наше мировоззрение так и не совпало в одной точке люди заблуждаются а потом блуждают такое не исключено и со мной и я могу заблудиться верю только что когда-нибудь эти разные стороны наконец исчезнут со время ареста по словам отца Егор уже придумал ни много ни мало реформу в СИН нужно больше уроков английского и трудотерапии чаще всего он просит передавать ему книжки теперь у нас не галстуки а вот шнурки из одежды коллекция целая собирается пересылаем туда одежду ему Егор красавчик всегда в одежде был всегда у него платочек ну с передачами тоже все очень интересно продукты они конечно берут ну практически все без вопросов единственное что когда мы покупаем тоннами лапшу быстрого приготовления и на кассе нас спрашивают вы в поход собрались ну мы говорим да в долгий поход мы собрались и потом эта вся лапша вскрывается и сваливается просто в единый пакет из-под пятерочки и тут конечно ну говоря я вот когда это увидела первый раз мне кажется что я вот умерла в очередной раз я думаю господи я ребенку салатики резала я ему там овощи запекала в духовке да там ну пыталась накормить вкусно а теперь вот ему принесут этот пакет пятерочный в котором вскрытая вот эта вот лапша без соли без соли без всего и конечно мы стараемся больше фруктов овощей передавать какие-то сухофрукты манго сушеное что-нибудь такое мы закупаем естественно не то что для Егора мы уже знаем что он же не один потому что Егор мы ну говорит мы живем по-братски мы делимся мы передаем в другие камеры мы есть парни у которых вообще нет родителей у них нет вообще ничего статья Егора особо тяжкая поэтому в его соседях подростки тоже проходящие по особо тяжким обычно это убийство или изнасилование для меня террористы это те которые школу в Беслане да захватили это те которые метро взрывали это те которые самолеты в башни близнецы направили вот это в моем понимании террористы у него сокамерник был который сидел за убийство дяди родного ну все как бы следствие а потом выясняется что дядя выжил отказался от всех претензий и его должны выпустить вот так вот он уже не думает о поездке в музей о поступлении в университет он сейчас приноравливается к той жизни которая ждет его несколько следующих лет я его подарил вот эту я ее подписал здесь интересная надпись даниэля футболка жириновским ее носил его погибший на войне брат донашиваю в последний раз в своей жизни одежду брата всю жизнь я за ним донашивал с такой теплотой с такой радостью но вот больше у меня такого не будет удовольствия донашивать за старшим братом одежду вот так вот есть такая профессия родину защищать вот профессия моего брата защищать родину красные алибелы ельцин это или горбачев какие бы не происходили события в стране есть люди которые защищают родину а политика это уже ну вопрос второй он сделал то что считал нужным сделать в двух словах про моего брата можно сказать русский офицер он был настолько порядочным и честным и вот после его гибели его солдаты от владивостока до до кубани мне пишут звонят и говорят он столько людей спас за эти два месяца если бы не дукат дукат это позывной моего брата ведь нас бы не было он он кучу людей спас он он их научил воевать он говорит ребята две минуты надо чтобы научиться воевать называйте меня Димка своим солдатом говорит Димка я для вас под обстрелом это по поводу брата по поводу Егора когда мы смотрим кадры города и разрушенный дом как будто бы это какой-то фильм ужасов мы понимаем что в каждом окошечке была жизнь Егор Егор знает что такое боль потому что и наш период больниц и карате это жесткий вид спорта это очень больно это очень больно каратисты приучают себя к боли они тренируются он знает что такое больно на на собственной шкуре и он знает что такое людей хоронить близких людей и я долго не решался сообщить это своей маме она узнала об этом ну позже других горемычные она написала мне свекровь Таня какие мы с тобой горемычные судьбы у нас такие я сына потеряла ты сейчас ну тоже на время потеряла своего сына и только здесь нужно собраться держаться и любовь она сильнее чем страх поэтому я думаю что ну с тем или иным исходом и Егор справится и я думаю что и мы справимся вот по поводу того 16 лет это взрослый человек или ребенок человек взял просто ногой открыл дверь в ад сам добровольно его никто не тянул добровольно и туда зашел в ад ну маленький он или большой даже 3 2 1 2 2 3 4 4 Продолжение следует...